Еще один митинг чуть не состоялся сегодня в Махачкале. В кинотеатре «Россия» должны были собраться делегаты съезда общественников Дагестана по проблемам депортированных народов. Однако оказалось, что ущемленные народы организаторов акции интересовали меньше всего. Участники собрания были неприятно удивлены, узнав об истинных целях намеченного съезда. Подробнее об этом в традиционной рубрике Ханжана Курбанова «Реплика». Здравствуйте! Депортация и насильственное переселение народов – тема больная, болезненная и до сих пор актуальная. Касается она так или иначе все народы Дагестана. Именно на эту тему представители общественности хотели провести съезд. Восемь лет как я обращаюсь во все органы и начиная с администрации, начиная с глава района, района администрации, начиная с правительства, начиная с Российской Федерации, уже некуда обращаться. Вот так и в конце до конца я получила ответ, что с детьми оказалась на улице. Но в мероприятии, посвященные такой серьезной теме, внедрились темные силы. Заранее была подготовлена левая резолюция, которая требовала отставки Абдуллатипова, а среди участников съезда распространялись вот такие бюллетени. Читаю. Для голосования на выборах по выдвижению кандидатов на должность главы РД делегатами Чрезвычайного съезда народов Дагестана 19 апреля 2014 года. Здесь база знакомые вселицы. Дагестанский политический бомонд и парочка затесавшихся суда толстосумов и властолюбцев, которые давно спят и видят себя на престоле. И вот произошла подмена понятия. Звали на один съезд, а попали в ловушку совсем другого. Прознавшие про то общественники были возмущены этим. Это провокация, это надо к нам относить. Съезд был сорван. Кто-то винит власть, а кто-то некие политические силы провокаторов, которые как засланные казачки, как гиены проникли в общественную саванну и там попытались откусить от плоти гражданского общества, чтобы вырваться на следующую ступень пищевой цепочки. Члены арткомитета обескуражены и в замешательстве. До того я оказался в таком глупейшем положении, я не был подготовлен. Меня, во-первых, не устраивала постановка вопросов, постановка повестка, которая обозначалась там, резолюция, которая мне попала в руки, которую собирались озвучить на этом съезде. Это явно была подстава. Хотя претензии к власти у них есть, вопросы к коррумпированным чиновникам актуальны всегда, но им не хочется, чтобы их священную борьбу с феодалом использовали некие силы и словно петрушек и марионеток сложили в сундук после политического маскарада. Мне не понравился сам факт, как попытались нас использовать. Подсунули, вот этот список я вчера увидел, не просто увидел, ссылки были на газету «Черновек». Я все время ставил вопрос, Руслан Расулова больше всего об этом говорил. Руслан, кто в этом списке? Ну объясните, о каком списке речь идет? Или покажи ты газету, у меня газеты же нету, я не знал, кто там находится. Я хотел разобраться. Вчера мы провели последний заседан комитета, и там я поднял этот вопрос. Потом я настойчиво, когда все разошлись, у Руслана вытащил это, он откуда-то каким-то образом с недовольным видом выдал мне. Кто же правит бал на местном уровне? Опять те же люди, которые инициировали митинг в поддержку Амирова, чрезвычайные съезды и прочие мероприятия исключительно по отставке первого лица республики? А потом, когда говорят о съезде народов, всегда возникает вопрос о легитимности таких мероприятий. И у власти, и у общественников один народ. Народ, который является политическим символом всех времен. Или это съезд заговорщиков, революционеров, переворотчиков. Ответьте, господа, что это? Давайте определимся. Вы за народ или против главы Дагестана? И кого чрезвычайщики прочат на короля, то бишь главу? Того, кто избавит их от голода и холода? Чудная идея! Зачем нам король? Даной короля! Идиоты, у вас будет король! Эй, ты сказал? Я стану королем! Будьте со мной, и вы навсегда забудете о поводе! Ура! Данкранствует король! Данкранствует король! Привести к власти своего, чтобы потом забыть о народе? Политическое шулерство, ничего более. В такие игры честные общественники не играют, о чем они ясно дали знать. Оставайтесь людьми.